Йо, снова здорова, друзья, с вами Фрикстер и это ROG Legacy 2, продолжаю проходить всех боссов и наконец-таки я дошел до конца вот этой вот очень-очень-очень длинной локации, ну конечно тут решил попропускать некоторые сундуки чисто из-за того, что их довольно опасно открывать, я хотел бы дойти сегодня сюда в принципе и сразиться с боссом, как видите здесь дверь к боссу есть, я хочу еще дальше пройти, но тут закрыто, вот, кстати играю сейчас за одного из новых классов, которые еще не были в видосике, это Samurai, довольно кстати приятный класс в плане дамага, дамага очень много вносит, правда скорость этой самой атаки довольно низкая, ну что ж, поехали, в принципе у меня еще золота много, поэтому скажем так сегодня мы немножечко проапгрейдимся, локация действительно, скажем так, дает больше золота, чем обычно я кстати в первый раз сражаюсь с этим боссом, но я его видел уже, так что сегодня мы попробуем впервые с ним сразиться, надеюсь это получится, ого, ого, довольно-таки опасная косточка, так, ну здесь я думаю просто в плане, да, и про вот эту атаку я тоже уже знал, что когда он приземляется, он под себя кидает, он под себя кидает, ух ты, а здесь я не знаю даже как увернуться правильно, когда они с двух сторон одновременно идут, но вроде как у меня получается, да блин, а вот эта большая кость на самом-то деле самая неприятная из всех из всех его атак, но к сожалению не получилось, в принципе немножечко привык, немножечко привык даже за один бой, даже учитывая то, что это один бой, немножечко привык к его атакам, поэтому сейчас будем пробовать еще, все-таки у меня есть скульптор или как там его зовут, он в принципе думаю справится, кстати у нас нам дали варвара, дали варвара, это значит, что я могу спокойно сражаться с этим самым боссом, вот это кстати отвратительный трейд, никогда не берите его, потому что когда вас атакуют, вы некоторое время, там буквально секунды три, не можете в принципе использовать ваше обычное оружие, то есть обычные атаки, поэтому как-то так, а вот это вот, давайте я возьму, давайте я возьму варвара и попробую за варвара все-таки пройти этого босса, сейчас еще что-то вкачаем, а вот что, я еще пока не знаю, но самый очевидный вариант, это наверное урон, наверное урон, но мне нужно выбрать тот тип урона, который, так сказать, ну в общем мне нужно как-то распределить очки, чтобы я не только один урон вкачал, ну я смотрю, вот здесь я могу раз, а, и сразу могу еще раз сауну вкачать, то есть я дважды вкачал сауну, то есть у меня урон должен подрасти так значительно, давайте, протестим 121 стычки варвара, это много, потому что когда я сражался с лемешем, то там было 102, вроде 108, что-то такое, так, мне тут пишут, что у меня тут что-то новенькое есть, да, я кстати только что открывал какую-то руну, а какую не помню, вот эту, джейн бонус резолв, ну резолв, насколько я понял, это у нас вес, снаряжение, то есть я могу позволить себе больше носить всего, ой, чуть не забыл, чуть не забыл, надо вот у этого парня залочить, в принципе, все подземелье и попробовать все-таки пройти того босса скелета, который не один, а там их двое, но я так понимаю, два скелета это уже вторая стадия начинается, поэтому как-то так, ну что, поехали, да, все, я могу сразу туда переместиться, отлично, сейчас попробуем быстренько с ним сразиться, ну как быстренько, хотелось бы просто в принципе его победить, а по времени там уже посмотрим как будет, но здесь у меня уже много хп, когда я играл за самурая, у меня уже не было примерно как бы 2 третьих хп, то есть, так сказать, процентов 30 оставалось, я с тем хп сражался, так, ты куда отходишь, дружище? Ой, 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 я здесь немножечко получил, но здесь, я думаю, я могу его затанчить, просто в тупую продолжать атаковать, о, сразу двоих, я думаю, нет, сразу двоих не получится атаковать, к сожалению, блин, да, но хп вроде как хватает, главное, чтобы вот этих костей было поменьше здоровых, потому что это единственная, наверное, проблема, которая у меня есть с этим боссом, это вот эти здоровые кости, и сразу две запустили, да вы серьезно? Ладно, одного мы победили, я думаю, второго тоже нужно добивать, да, но у него уже, я так подозреваю, поменьше немножечко здоровья, так, запускаем магию, собственно, почему бы не... Да опять эту кость запускаешь, да ты издеваешься надо мной, или что? Так, заморозим, попробуем, заморозка проходит, но она недолгая, да что такое, опять кость, опять кость, но я все-таки победил этого босса, на самом-то деле я уже перекачанным к нему пришел, потому что у меня уже 71 уровень, и надо было с боссами сражаться примерно где-то на 30, но я только сейчас умудрился дойти до этого босса, ну ладно, думаю, ничего страшного, так, сколько мне дают золота? 1294 я заработал, в принципе, за этого босса, учитывая даже то, что мне на 20, ой, на 14% меньше золота дают, но на самом-то деле мне меньше на 28 дают, оставшиеся 14 это, ну, бонус локации, вот, и опять нас ждет вот этот вот рыцарь, давайте с ним поговорим, ну, типа, это скорее всего один из наших предков, возможно, возможно, кстати, он ластовый босс, потому что довольно часто такое делают, что ластовый босс выглядит как какой-то нейтральный такой персонаж, кстати, открыли проход дальше, давайте пройдемся посмотрим, ну, еще мы пофармим сегодня на видосик, потому что, думаю, оставлять видео с таким, скажем так, малым хронометражом будет очень-очень-очень не очень, поэтому сейчас мы пробежимся, посмотрим на новую локу, это у нас некая зимняя локация, так, здесь аккуратней, здесь аккуратней, но она приятно выглядит, ух ты, зомби из-под земли прям вылезают, это в первой части были такие зомбаки, кстати, вроде как очень много монеток падает, ну, то есть не в процентном соотношении, а, в принципе, вот из зомби выпало там штук 5-6, наверное, монеточек, так, это нам нужно ломать, хорошо, ой, я тут упустил зомби, кстати, их можно увидеть, смотрите, они из них там, в общем, из земли, такие ошметки земли маленькой, ну, как бы это сказать, я не знаю, как правильно сказать, но, в общем-то, их можно увидеть, их можно увидеть, если внимательно смотреть, но, опять же, когда изучаются такие локи, то никто никуда не смотрит и не вникает в такие моменты, эх, я хотел, я хотел отпрыгнуть, да что такое, нет, не получится, ладно, буду только зря пытаться, скорее всего, отъеду просто так, потому что я пытался спровоцировать стрелы и потом от стрел отпрыгнуть наверх, так, вот здесь у нас сундук, но до него я, в принципе, достать могу, хорошо, давайте сюда наверх заберемся, здесь вроде у нас, ой, прям фаербол влетел, ну, ладно, ничего страшного, сейчас мы, в принципе, попробуем сюда дойти, попробуем сюда дойти, еще походим по этой новой локе, которую я вам так толком-то и не показал, кстати, у нас опять есть самурай, самурай, и я бы за него побегал, но так как я хочу побольше изучить, то, наверное, варвар будет получше, ладно, давайте за самурая, все-таки, как бы я не так уж и много за него отыграл, поэтому хочется за него поиграть, урон у него действительно очень-очень крутой, крутой, а давайте мы вкачаем что-нибудь, что у нас, ну, как бы не вкачано еще даже в единичку, давайте вот этот сундук вкачаем, это у нас кейс Max Gold Capacity, то есть у нас там максимальный запас золота может храниться, честно, я так и не понял, как у нас работает сейф, отключаем мы память, так сказать, память замка и будем по-новому проходить, новую генерацию, так, ну, короче, мы можем максимум 1950 хранить в сейфе, ну, то есть, если мы придем к хорону с 9500 золота, мы ему отдадим, но при этом вот максимальный запас, то есть 1950 прыгнет сюда, в следующий раз у нас увеличится и процент отдачи в сундук, и также максимальный запас хранения в сундуке, ну, в общем, очевидно вроде как, да, но надо было немножечко разобраться, как это работает, куда эти деньги также уходят, но мне кажется, что когда мы заканчиваем забег, все деньги, которые хранились у нас в сейфе, просто нам перечисляются на наш основной счет, который у нас есть, да, кстати, вот в воздухе сражаться очень неудобно, самураям, ну, опять же, большой урон, это все прекрасно компенсирует, компенсирует, ладно, бонуса к урону у нас, к сожалению, нет, ну, на обычные этажи, сейчас мы перейдем на ту морскую, точнее, не морскую, а, так сказать, дождливую локацию, там уже у нас будет легенький прирост по золоту, и, в принципе, покажу, какие там разные мобы, разные головоломки существуют, в принципе, головоломки там очень удобно сделаны, то, что они, ну, как бы, то, что в них легко попасть, в них легко попасть, и ты понимаешь, что это головоломки, в отличие, допустим, от обычной локации, где непонятно, что у тебя будет в следующей комнате, допустим, да, вот, так, здесь мы быстренько лутаемся, но особо-то, кстати, у меня 106 скрита летит, урона, это хорошо, и 80 просто такого обычного, но у нас почти все мобы имеют где-то примерно 60, может быть, 65 хп, вот, в обычной локации, в замке, так что от этого можно, как бы, отталкиваться, ну, в принципе, да, почти все у нас умирают с одного удара, но единственное, там здоровяки, которые, так сказать, с огромными мечами, они вот имеют, там у них остается буквально хп, ну, может быть, 10 от силы, ну, там прям процентов, процента 2 остается у них от всего их хп, так что, в принципе, еще чуть-чуть прокачать урон, и мы будем их шотать. Так, я поднялся наверх, и здесь, к сожалению, у меня все еще нет двойного прыжка, желательно бы, конечно, его получить, и мне кажется, что в зимней локации он возможен. Я ни вниз, ну, ни на нижние этажи, ни на верхние этажи еще не поднимался, то есть, я подозреваю, чтобы спуститься на нижний этаж и получить там фонарь, нужно там именно побродить немножечко, то есть, мы будем там бродить, и, скорее всего, рано или поздно найдем себе фонарь этот, и потом у нас осветится вся лока. Так, вот, да, теперь здоровяков, о которых я говорил, я уже шотаю, что очень-очень приятно. Вот, поэтому как-то так. Давайте быстренько заберем золото отсюда. Ой, здесь я не знал, что внизу шипы, ну ладно. Так, нам предлагают молоток, я его брать не буду, потому что катана мне больше нравится, и молоток неудобный, потому что я начинаю крутиться, как, ну, в общем, очень быстро крутиться, и это немножечко десинхронизируется. А нет, смотрите, солдата я убил с двух пичек. Видимо, в прошлый раз прокнул крит, а сейчас наоборот он не прокнул. К сожалению, прыгнуть... Ну, я могу сломать шипы, но что-то так не хочу ломать шипы, чтобы подниматься наверх. Не знаю почему. О, кстати, у нас здесь головоломка. Ну, давайте попробуем пройти. Нет, к сожалению, не получилось. Здесь ау. Ладно, я спущусь вниз. В общем, есть проблема, что самурай не может атаковать под себя. То есть вот эти вот балки, которые нужно было сломать, я не мог сломать. То есть если бы я был каким-то варваром, туда там такой, так скажем, по дуге удар шел, и я бы сломал. Но за самурая это прямой удар, и, в общем, не получилось бы у меня нормально сломать. Единственная возможность вот такие вот балки ломать за самурая, это использовать его классовую обилку. Это такой разрез в ту сторону, куда я укажу. То есть вот такой. Да. Вот. Фонарики я все сломаю. В принципе, мне особо не нужно будет подниматься наверх здесь. Вот. Но я почему-то очень долго все-таки гуляю по замку, и мне не хотят давать проход в дождливую локацию, что очень подозрительно. Хотелось бы, конечно, побыстрее пройтись по этой локации, зайти в снежную, и в снежную локацию уже побродить, посмотреть, что там такого интересного. Но игра мне не разрешает, так сказать. Да что ж такое? Даже попасть по обычному глазику не могу. Ужасно. О, отлично, во, все, локация открыта. На этих мобов я уже забью, потому что невыгодно с ними уже драться. Сейчас мы просто быстренько попробуем скипнуть вот эту локу. Ну как скипнуть? Пробежать ее. Сильно не буду зацикливаться на каких-то там сундуках. Очень, скажем так, интересно лежащих, потому что тут и ловушек много неприятных. Да и мобы довольно сильные. Так, ой! Вот как... Вот о чем я и говорил про ловушки. Так, здесь быстренько капельку убиваем. Довольно неприятный моб, потому что много хп имеет. Так, быстренько убиваем скелетиков. Да, вот как видите, у нас не было в обычном замке прироста золота, а тут уже плюс 20%. Перейдя на следующую... на следующий уровень локи, мы сможем уже даже получить еще прирост золота. Так, здесь как-то можно пробраться вниз. Здесь как-то можно забрать сундук. Но как это сделать, я вообще без понятия. Но здесь явно нужно пройти через какую-то стену. Как же туда? А, все, вижу. Все, вижу. Вижу, увидел, увидел, увидел. Здесь у нас есть трещина в стене. Отлично. Все, трещину мы открыли. Ну, запомню теперь, как открывается этот проход, потому что до этого вроде я скипал такие сундуки, но были обычные сундуки, а здесь уже железные. Но на самом-то деле разница в них вообще никакущая. То есть, в их награде прям абсолютно то же самое количество золота, что и в обычном. Но здесь я могу забраться, но, к сожалению, у меня очень плохо, так сказать, с с передвижением вот в таких узких местах, поэтому сюда опасно мне заходить, потому что я просто-напросто получу урон. Я не хочу получать урон, я хочу просто пройти эту локу, пройти чуть-чуть дальше и посмотреть, что у нас в ледяной локе. Ну, хотя я и так урон получаю. О, кстати, у нас здесь мини-квест. Давайте мы заберемся наверх и выполним этот самый квест. Ну, здесь скорее всего не квест, здесь скорее всего нам что-то дадут. Да, потому что вопросик фиолетового цвета. Если бы был такого бирюзового, бирюзовая текстурка сундука, то там уже нужен был бы квест. Маша оружие имеет, ну, получает комбо, я так понимаю. Ну, кстати, шлем Гектора очень приятная штука, но при этом мы получаем немножко больше урона. Давайте вот эту возьмем штуку. Я так понимаю, у нас, ну, чем больше мы тычек наносим врагу, тем, ну, потом больнее мы бьем и тем чаще крит прокает, как, допустим, у того же боксера. У боксера примерно так же работает. Так, здесь я немножечко не допрыгнул, но страшного, думаю, ничего нет. Мы можем здесь открыть, но туда я тоже не допрыгнул. У меня, как бы, нет двойного дэша, чтобы туда пробраться, к сожалению. Но, рано или поздно мы его получим. Я думаю, в этой части Рог Легаси он присутствует. Так, давайте заберем золото. Плюс 120. В общем, я буду скипать вон тех, кто наверху. Я просто пойду вперед. я не хочу сейчас куда-то там идти. Пытаться каждый сундучок открывать. Я просто буду двигаться дальше, дабы как бы посмотреть все-таки ту новую снежную локу. Да, что ж такое. Даже учитывая то, что я игнорю большую часть врагов, я все равно умудряюсь каким-то чудом получать дамаг от всяких там нелепостей. Ну ладно, вроде хп у нас еще хватает. Ой, вот эти, кстати, места больше всего ненавижу, которые с красным глазом вот таким вот. Здесь мы, кстати, да, ай-яй-яй, ай-яй-яй, могли бы попробовать забрать сундук, но нет, не хочу. Не хочу я забираться за этим сундуком. Так, и здесь тоже я не хочу за сундуком подниматься, я просто пройду вперед. Так, ау, я не увидел, что там вверху есть у нас турелька. Ну ладно, с ним и справились. Кстати, конец локации хотел сказать я, и при этом упал. Обычно здесь нет, кстати, обрыва такого. Это прям редкость, обычно там сплошная дорога. Так, ладно, поехали дальше. и еще примерно такое же количество пути нам нужно преодолеть, к сожалению. Ну, или к счастью, наоборот. Ой, я здесь тупик. Вот это вот неприятно на самом-то деле видеть. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Нам дали за это золото, что есть хорошо. вот из-за вот этой турельки мне пришлось изобретать велосипед и пытаться кое-как иначе пропрыгнуть все это, из-за чего я получил лишний дамаг. Так, здесь ломаем турельку. Ой. Я мог, кстати, просто через атаку под себя надамажить ее, но решил просто прыгнуть дальше. Так, отлично. Здесь, кстати, у нас еще какой-то подарочек от игры. Но, надеюсь, что-то стоящее. О, хилка! Это прям хорошо. Отхилиться всегда приятно. И причем эта хилка немного больше, ну, примерно в два раза больше хиляет, нежели, допустим, курочка, которая выпадает из этих, из сундуков или там из обычных предметов. Так, здесь какой-то элитный моб, который там наверху летает. Надо бы его убить, потому что вот эти вот штуки запускают обычные элитные мобы. Да, что такое? Отлично, я его добил. Далее немножко железа, но пока железа мне не особо нужно, ну, потому что у меня просто тупо нет чертежей. Скорее всего в других локах, ну, не в основной нужно искать эти чертежи, потому что в основной, я так понял, у нас чисто кожаные доспехи, то есть супер крутых доспехов там явно нет. Так, смог забраться. Да, что такое? что такое? Не получается у меня спокойно, гладко пройти это все дело. В любом случае я получаю дамаг. Так, здесь я перепрыгну, наверное, все это дело. Как я и сказал, я не особо хочу умереть просто так, поэтому мы пройдемся и полутаемся. так, вот здесь у нас есть сундук почти халявный, почти халявный, конечно, вот этот парень мог бы меня спокойно избить на молотке, но вроде как я пролетел нормально. Вот этот сундук тоже опасный сейчас, его я не буду трогать, сейчас бы где-нибудь как-нибудь отхилиться желательно бы из сундуков вроде как можно получить хилку, но как бы прям большая-большая редкость. сейчас мне просто нужно вот этих вот ребят убивать, чтобы хиляться, но там по 3, по 2 хп отхиливать, это конечно мало, но других вариантов нет, а вот сейчас мне не повезло, сейчас здесь есть у нас глаз, ух ты, есть глаз, который вот такие большие неприятности может устроить так, я просто отскочу, ух, тяжело, тяжело будет вот с этим глазиком, но ладно, вроде как проскочил, хорошо, даже еще, так, заходим, прячемся в место с загадкой, точнее не загадкой, а просто ой, челлендж, кстати, я отхилился каким-то чудом, я по-моему только что нашел курочку и не заметил этого, но это довольно-таки здорово, потому что у меня там было 1 хп по-моему, и тут резко у меня соточка прокнула, отлично, еще курочка, отлично, но курочка восстанавливает по 50 единиц хп, а вот эти ребята дамажат по 30, поэтому это можно сказать на 2 удара нам дополнительного хп далее, так, вот внизу, кстати, есть вроде попытался задоджить урон, при этом получил х2, это так на меня похоже, так, быстро добиваем этого парня, вроде как хп еще достаточно у нас есть, я надеюсь, что сейчас уже новая лока будет, потому что я уже устал, так, быстренько, убиваем глазик, так, 19 хп, так, надо развернуться, конечно, чтобы ударить в другую сторону, а когда ты атакуешь постоянно, ты не можешь развернуться, а почему-то сейчас я могу разворачиваться, но до этого почему-то не получалось, так, пусть, я хотел сказать, пусть здесь будет яблоко, которое нам восстановит здоровье, но здесь его не было, к сожалению, ну ладно, мы все равно попробуем здесь пройти, ай, ай, это было больно, но здесь хп имеем, а это все, тут ничего больше, очень подозрительно на самом-то деле, а нет, стоп, вижу, так, стоп, мы тут достали какую-то руну, гейнмур голд, о, мы получаем больше золота, это, кстати, очень здорово, это, кстати, очень приятный такой бонус, ладно, ну, в общем, погнали дальше двигаться в сторону следующей локи, и, наконец-таки, я дошел до этого места, как же это было долго, но у меня 10 хп, у меня 10 хп, а это значит, что я, как бы, не особо-то и долго проживу, но так или иначе, хотелось бы все-таки посмотреть, что тут у нас еще есть в этой новой локе, вот, в принципе, я могу сейчас архитектора попробовать призвать, чтобы он нам, ну, улучшил прохождение этой локи, то есть, чтобы мы, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, новые мобы, ну, хотя копейщица не новая, я ее уже видел, но вот, как бы, росток, вот этот вот, травинка, уже новый моб, так, у нас ранг 3, у самурая, это очень, очень хорошо, так, и, сейчас я, наверное, все-таки руну куплю, и возьму, а кого я возьму, у кого по приятней способности, наверное, по приятней способности у повара будут, причем он, также еще, хилит, довольно-таки здорово, поэтому сейчас, давайте мы сначала руну купим, потому что я хочу руну бафа хп, ой, бафа хп, точнее, получение больше золота, так, здесь мне нужно, либо магнит убрать, ну, нужно посмотреть, чем мы уберем, давайте, наверное, сифон руну уберем, и возьмем чуть больше золота, на 10% больше золота, это вообще шикарно, и это у каждого абсолютно, нашего персонажа, плюс 10% золота, это очень шикарно, на самом-то деле, так, сейчас мы выйдем обратно, и, наверное, мы апнем еще урон, еще урон, вообще, хотя, давайте защиту, давайте, наверное, защиту, и еще что-нибудь, у нас вот есть возможность хп апнуть, давайте, 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 виталити, вот, и у меня, кстати, появилось 100 жемчужин, это мы за босса получили, их можно тратить, здесь у нас есть домик, и наверху есть торгаши, которые с удовольствием нам что-то предоставят, за вот эти вот самые жемчужины, так, макс левел, ж, ну вот, мы можем силу увеличить, или хп, давайте я увеличу дамаг, дамаг, который у нас есть, кстати, я не знаю, где еще брать эти жемчужины, вроде боссов не так много в игре, а за них дают всего лишь по 100, ну то есть, а тут уже каждый, каждый навык нужно качать за соточку, то есть, где брать столько жемчужин, я не знаю, ну, надеюсь, там в дальнейшем будет какой-то фарм, этих самых жемчужин, вот, ну, что ж, на этом, я думаю, закончу, в принципе, по локации новой мы побегали, поизучали, босса убили, поэтому на этом все, сейчас я еще немножечко пофармлю, еще немножечко апгрейднусь, уже пойдем в снежную локу, и там, надеюсь, мы справимся с боссом, который там будет, вот, а на этом все, всем огромнейшее спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось, если понравилось, конечно же, обязательно ставьте лайк, плюс пишите комментик, если вас что-то интересует, или вы, допустим, что-то знаете об игре, чего не знаю я, чтобы, допустим, подсказать, чтобы в дальнейшем прохождении было бы все поприятнее, вот, ну, и также не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые, жмакать на колокольчик, также в описании ссылочка на дискорд, где все оповещалки и так далее, а на этом все, всем спасибо, и пока-пока, субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,